Как уберечь себя от простуды? Что нужно делать, если хочешь всегда сохранять отличное здоровье? На эти вопросы щелковские моржи отвечают. Надо закаляться купанием в проруби. Постепенно сторонников такой точки зрения становится все больше. По утверждению наших собеседников, которые купаются в ледяной воде, увеличение числа моржей совпало в том числе с пандемией. С каждым разом, вот с каждым годом, в связи с пандемией, очень здорово сказалось, увеличивается число моржей с каждым годом. Сейчас уже где-то около 50 человек, а начиналось где-то человек, наверное, 15. И вот с каждым годом это все растет и растет. Сам Сергей Ширяев – морж с 30-летним стажем. В Щелкове один из первых. Работает недалеко от оборудованной для купания проруби. Он водитель снегоуборочной техники и одновременно мастер на все руки в фоке на центральной. Среди женщин первой в Щелкове приобщилась к зимнему купанию Анжела Батурова. У нее стаж 6 лет. Рассказывает, что она долго не могла решиться войти в ледяную воду, но когда это сделала, стала чувствовать себя увереннее во всем. Я хлюхаюсь всегда. Вот так вот. Я не стою на них. Настроение? Отличное. Теперь же, кроме Анжелы, в клубе еще 10 женщин. Те, кто любят этот необычный и, безусловно, экстремальный вид закаливания, занимаются моржеванием исключительно по индивидуальной программе. Ну, потихоньку привыкал, привыкал. Контрастный душ, то-се. А потом с лета, с осени, ну, начал, короче, купаться. Потихоньку вода так замерзала, все холоднее, холоднее. И вот так вот первый раз в проруби, ну, зимой. С теми, кто заинтересовался зимним купанием, бывалые моржи проводят что-то вроде инструктажа. Первое, начинать подготовку к зимнему купанию надо еще дома, в собственной ванной. Сначала опустить ноги в воду, постепенно понижая ее температуру. И лишь после того, как еще и обливание холодной водой станет достаточно привычным, можно задуматься о самом ледяном купании. Причем лучше, если оно начинается еще осенью, чтобы организм постепенно адаптировался. Ну, а сами моржи совершенно убеждены в том, что теперь им никакие болезни не страшны. Прибавляйте потихоньку, да? Хорошо. Самое лучшее средство от простуды и от ковида – это ныряние в прорубь. Ныряйте в прорубь и не будете болеть никакими вирусными заболеваниями. Хорошо. Хорошо. Для здоровья полезно. Хорошо. Сила! Само по себе купание щелковских моржей на глазах у прохожих – тоже агитация за этот способ закаливания. Тем более, что после ледяной воды моржи занимаются еще и снежными процедурами. В том числе устраивают пробежки босиком. Кажется, холода они просто не замечают. Всем удачи, успехов и добрых и светлых дней. В здоровом теле здоровый дух. Присоединяйтесь, мы вас ждем. Всем здоровья и вести здоровый образ жизни. Приходите купаться. Бодрого духа, приходите в тонну. Сегодня прекрасный день. Сегодня праздник у нас. А у меня двойной праздник. У меня сегодня дочь родилась. Щелковские моржи уже стали достаточно известным в нашем городском округе сообществом. Эти веселые и жизнерадостные люди хотят, чтобы их называли не как-нибудь, а клубом. Они считают, что если это так, то и их домик неплохо бы расширить, чтобы в нем можно было не только устроить раздельные раздевалки, но и посидеть за чаем, пообщаться, поговорить о жизни. Если бы это было, как мы думаем, то общение – это очень хорошее вещь. Конечно, за чашкой чая посидеть, поговорить, пообщаться. Потому что у нас сейчас в жизни практически не стало этого общения. На работе чего так? А таких вещей нет. Очень хочется. Сейчас у каждого из них свой индивидуальный график посещения места купания. И членство в клубе фактически начинается с получения отдельного ключа от раздевалки. Что поделать, одновременно там все не помещаются. Теперь им приходится договариваться между собой и планировать выход на клязьму. В Щелкове моржей стало по-настоящему много. И, судя по всему, будет еще больше. Андрей Циханович, Сергей Василевский, Щелковское телевидение.